Здравствуйте, здравствуйте. Рубрика «Вопрос депутату». Напоминаю, в этой рубрике депутат Государственной Думы Андрей Леонидович Витлушских отвечает на вопросы, которые вы присылаете нам на сайт по адресу, который сейчас видите внизу, с пометкой «Вопрос депутату». Сегодня Андрей Леонидович у нас в гостях. Здравствуйте. Здравствуйте. Сегодня будет важная тема. Спасибо за приглашение. Вопрос морального ущерба. Когда работодатель незаконно увольняет работника, потом работника восстанавливается через суд, какие теперь изменения по поводу требований морального ущерба от работодателя? Обычно работник, подавая в суд основное требование возврата недоначисленной премии, возврата на работу, трудоустройство снова на работу, отмены увольнения или перевода на прежнюю работу или еще что-то он требует. И выигрывая в основном суде, работник понимает, что работодатель сделал и отдал то, что он и должен, а работник остался сам психологически ущемленным. Получается, работодатель его гнобил морально в том числе и за это не отвечал. Он только вернул то, что он и так должен вернуть. Поэтому, но там есть срок исковой давности 3 месяца. И он обычно, суд считал, что проходит, если работник сразу не заявил, например, восстановить его в должности и дать моральный ущерб там 10 тысяч. Не заявил, срок исковой давности прошел. Так вот, Конституционный суд недавно принял решение, что 3 месяца не текут сразу, а они начинают течь после вступления в силу решения суда по основному вопросу. То есть, восстановили работника в должности, у него еще 3 месяца подать на возмещение морального ущерба. И вот это принципиальное решение Конституционного суда позволяет многим людям, ну еще и морально истребовать компенсацию с работодателей, с чиновников, которые их морально, скажем так, задели. Могу сказать, что очень часто люди не думают о моральном вреде, заявляя в суд по иск по основному. Выплата зарплаты, выплата премии, отмена взыскания, отмена там снижения разряда какого-то из-за чего-то. И только потом, намучившись с этим вопросом, они думают, ну а моральный-то, а срок прошел. А когда человек может требовать возмещение морального ущерба, работник с работодателем? Практически он может сразу же подать два требования по основному вопросу, например, отмена взыскания и моральный ущерб в связи с тем, что это взыскание было на него нанесено. Но люди думают, а вдруг это не докажут, вот еще, а уж если доказано, то подать второй иск, вот у них еще 3 месяца. Каковы шансы выиграть этот иск, если суд удовлетворил неправномерные действия работодателя? По моему мнению, это стопроцентные шансы, вопрос суммы. Работник может оценить его моральные страдания в 100 тысяч, а работодатель пытаться говорить, что не так много я его плохого сделал. Но суд определит сумму, условно говоря, 20 тысяч. То есть, скорее всего, суд встанет на сторону работника, в другой вопрос суммы. Вопрос компенсации и размера суммы, да. Подписывайтесь на канал, присылайте свои вопросы в рубрику «Вопрос депутату». До свидания.